Вайкап у пультового КЭС. Мармариз впервые рассказала про свою ужасную историю. Поцелуй Насте Ивлеевой и Элджа. Миша Литвин угрожает Андрею Петрову. А также неизвестная сестра Инстасанки. Подписались? Нажали на колокольчик. Молодцы! Так вы будете в курсе интереснейших новостей. Кстати, хорошая новость. Если вы ставите лайк, это очень хорошо. Если дизлайки еще лучше. Желаю хорошего просмотра. Пристегнулись? Погнали! В ТикТоке неизвестная девчонка начала утверждать, что она младшая сестра Инстасанки. Выставила в кучу ТикТоков, как они с Дашей похожи. Показала якобы их совместное фото. В ответ на это самка назвала ее чмом. И заявила, что это не ее сестра. Не верьте! Недавно я дала интервью сливной крысе, где провела все пробы, что я сестра Инстасанки. И по случайности слила дату выхода ее нового трека. Даша на это отреагировала в своем телеграмме как-то так. А мать меня еще больше наказала. Это ненормально, что она так про меня написала. Но девчонка хайпанула знатно. Набрала в ТикТоке кучу подписчиков и просмотров. Ранее Дашка рассказала, что они с мамой забрали у ее младшей сестры мафон, потому что та перестала учиться. Мы с моей мамой забрали у моей младшей сестры телефон на 5 недель. В триместре она должна получить 5 по-английскому. Остальные все предметы меня вообще в принципе не волнуют, но мама сказала, что должно быть 4-5. Вообще распоясалась уже. Пиздец. Ребят, осуждать меня не надо. Я сама ее разбаловала. Вы видели мою сестру в 13 лет. У нее длиннющие ногти красные, пики острые. Также она заявила, что не будет знакомить ее со своей аудиторией, пока та не докажет, что чего-то стоит. В сети сейчас бурно обсуждают поведение бывших супругов Насте Ивлеевой и Элджи. На одном из концертов парочка поцеловалась. Прямо на сцене. Ты понимаешь, что ты забираешь все внимание, все мои аудитории. Вот это прикол. Любовь. Любовь такая хуйня. Сам нихуя так и не разобрался, что это такое. Это прекрасное чувство. На этом же мероприятии бывшие целовались губы не один раз. Ивлеева шутит, что это лишь прогрев к ее новому курсу. Как остаться с бывшим друзьями? Стоит отметить, что Настя и Леша после развода продолжали все время общаться и проводить время вместе. Видимо, остаться с друзьями не получилось. Произошел конфликт между Андреем Петровым и Мишей Литвиным. Дело в том, что Петров назвал девушку Литвина Адель дыркой. Ему не понравилось, как она высказывалась о женщинах. По мнению Адель, девушки делятся на грязных и чистых, на дешевых и статных. Адель и Мишке очень не понравилась реакция Андрюхи. И Михаил начал угрожать. Я готова обсуждать эту тему еще и еще, потому что есть блогеры, которые пытаются проработать свой контент-план, найти какой-то инфоповод для того, чтобы их обсуждали, для того, чтобы у них поднималась статистика. Росли подписчики, просмотры в Инстаграм, а я сама ходячий инфоповод. Петров добился своего. Последнее время он постоянно задевал разных блогеров. Но никто никак не реагировал. А тут такая крупная рыбеха клюнула. Мармарис впервые рассказала свою ужасную историю РПП. Оказалось, что Маша с 15 лет борется с желанием быть очень худой. Многие годы она морила себя голодом и блевала, когда съедала слишком, по ее мнению, много еды. Сейчас же она пытается следить за здоровьем. И даже решила набрать мышечную массу. Но желание быть худой ее не покидает. У Марии серьезные проблемы. Самое печальное, что такие же проблемы были и у Даши Коплан. И именно они стали основной причиной, почему Юлик ее бросил.